Делайте, делайте! Делайте, делайте! Заливайте, заливайте быстрее! Всем привет, дорогие друзья! Новый выпуск на нашем канале. К сожалению, вандалы, подростки, хулиганы все больше и больше портят вагоны метрополитена, вагоны пригородных поездов, обычных электричек. И мы, по сути, уже начинаем даже к этому привыкать, к сожалению. Но вчерашний случай перешел все рамки дозволенного. Давайте его посмотрим, а потом уже разберем. Начинаем! Что там будет? Нет, мы не мешаем, предправить. Что ты мусоров вызываешь? Ничего не вызывается. А что, пацански с нами не решишь? Нет, я же снимаю просто, мне же надо отправить. А что ты, как вообще у вас идет это? Без разницы. Без разницы? Мне просто надо... А зачем мы вот на пацанов выскакиваете, там, дерете с ними лопатами и хуя? Нет, я не выскакиваю. Мне главное снять, отправить и все. Тебя как звать, если не секрет? Меня Артур дал. Артур? Меня Егор? Я вот просто готов делать по-спокойному, если что, я готов постреляться. Мне тоже без разницы, я все на тебя драться, мне зачем? Зачем, правильно? Вот где там дама в вагоне, зачем ей-то на... Делайте, делайте, нормально все. Давай к себе вагон валить. Идите вагон, вагон главное, идите и все, мужики, у вас все будет спокойно. Никто вас трогать не будет. Делайте, делайте, нормально все. Я с ними перешел. Я с ними перешел, делайте, делайте. Делайте, делайте, заливай, заливай быстрее. Там пусто. Вон там, что пусто? Что пусто? Я с ними все порешал, делайте. Делайте, делайте, пацаны. Ну, вы знаете, я у меня даже, я вот реально культурных слов не могу подобрать к тому видео, которое вы сейчас увидели. Ну, давайте будем разбираться. Как мне кажется, что это раннее утро. Рано-рано, часа четыре, может быть, три с половиной, там, утро. Станция, поезд, электричка, пригородный поезд стоит, соответственно, в ночном отстое. На какой-то станции, какая станция, я не знаю. Группа подростков проникает, соответственно, на эту станцию и начинают разрисовывать хвостовые, ну, или головные вагоны, там, три-четыре вагона из баллончиков с краской. Соответственно, вероятнее всего, это увидели сотрудники службы безопасности по камерам наблюдения или, может быть, дежурные по станции, неважно. И вызывают туда, соответственно, работников, охранника и спустился еще работник локомотивной бригады, если не ошибаюсь, помощник машиниста. Но это не суть. И они, соответственно, снимают все это действие на телефон. А там огромная бригада работает, ну, я не знаю, человек пять-десять, наверное, точно не особо понятно. И, соответственно, старший этой бригады, этот ненормальный Егор, замечает, что пришли работники, вместо того, чтобы как-то остановиться, прекратить разукрашивать электрички, просто, не знаю, там, убежать, он подбегает к ним с оружием, направляет, соответственно, это оружие на охранника и снимает одновременно все это на свой мобильный телефон. Ну вот, а вот бригада. Что, нас подокладного? У меня вообще просто уже все рамки, все шаблоны это порвало, и, наверное, у вас, наверное, то же самое. Ну, такая наглость, такое чувство безнаказанности я еще не встречал, честно говоря. Оскорбляет, угрожает, направляет оружие на охранника, тот просто снимает. Ну, а с другой стороны, вы скажете, ну, я вот, а что ему делать? Оружия у него нету, задержать он его не может, он видит, что человек в неадекватном состоянии. Ну, это на самом деле так. Что ему делать? Ну, если бы я был охранником, наверное, прежде чем туда идти, вызвал бы, наверное, полицию, вот, а потом бы уже пошел бы там снимать. Я не знаю, какой у них там регламент, напишите, если кто-то смотрит. И дай бог, я очень надеюсь, что этих людей поймают и выпишут конкретный, серьезный штраф, а не какие-то 5000 рублей. А больше всего мне, конечно, жалко и обидно за тех людей, которые будут оттирать эти вагоны, чистить, снимать эту краску. Вот вы представляете, да, вот у нас тоже было, были случаи в метрополитене, разукрашивали вообще поезд, полностью поезд. Ежи-3 еще давным-давно, там, за буквально какие-то 15-20 минут полностью поезд разукрашивали баллончиками. И потом эти бедные работники с ацетоном в руках, с растворителем оттирают все это, извиняюсь за выражение, краску, да, не будем там, конечно, у меня слов не хватает вообще. Хочется прям вот высказаться, чтобы от души, ну, не будем, будем сдерживаться. Нюхают все это, да, соответственно, у них там голова потом кружится реально на самом деле. А потом еще это все потом, ну, перекрашивать, сами понимаете. Это простой поезд, да, раз, это деньги, соответственно. Работы по перекраске и снятию вот этого, ну, краски, которую они разукрасили, тоже деньги. И за этот вандализм брать какие-то копейки, у них штрафа, ну, это, я считаю, не знаю, но это очень странно на самом деле. Несколько миллионов бы влупили им, чтобы уже конкретный был пример. Ну, и чтобы выпуск не получался слишком уж коротким, разберем еще один случай, который произошел в метрополитене. Давайте посмотрим, а потом я вам уже все объясню, что там вообще произошло. Я шел, снимал кружочек, чтоб ты понимал, это просто... Снимай? Да. Блядь, я испугался просто, пиздец. Я только упал, я смотрю, что он едет просто с огромной скоростью. И там кричит девушка, и я успеваю еле-еле подняться. Я вообще до сих пор в шоке. Типа, я думал, что эти пути под напряжением, что меня сейчас просто... К сожалению, ситуация классическая. Молодой человек записывает кому-то кружок видеосообщения в Телеграме и, соответственно, залипает свой мобильный телефон. Боковое зрение совершенно не работает, все размыто по бокам, и он вообще не замечает, ходя по платформе станции метро, что приближается к краю платформы. Ну и как следствие, как вы уже поняли, наверное, падает прямо на рельсы. Вы представляете, да? Самое интересное, что запись видеосообщения не выключилась, и телефон из рук он даже не выронил. Падает на путь. Как пишут в Телеграм-каналах, на станцию уже въезжал поезд. По шуму и звуку это не слышно, но гарантировать ничего не могу. Возможно, он и ехал. Человек, парень, этот буквально ориентируется, собирается с мыслями буквально за секунду. И молниеносно выскакивает обратно на платформу. Ситуация очень опасная, я, наверное, все-таки вкратце поясню. В целом, не нужно ни в коем случае отвлекаться в метрополитене, тем более, если вы находитесь в движении. Вы послушаете до конца, на самом деле, очень серьезная вещь. Потому что ваше внимание полностью акцентировано, соответственно, в этот телефон. Тем более, вы движетесь. И к чему это может привести, вы только что видели. Далее, если, не дай бог, вы падаете на рельсы метрополитена и видите приближающийся поезд. Или даже его не видите, его нет. Это не значит, что нужно взять и просто выбраться на платформу. Вы можете получить сильнейший удар током и с летальным исходом даже. Потому что под платформой проходит контактный рельс. Я, к сожалению, не знаю, что за станция. Возможно, на этой станции контактный рельс был со стороны стены. Не обратил внимания. Но, тем не менее, если вы ногой заденете, рукой или как-то на него упретесь. Все, там уже сразу до свидания без всяких каких-то... Что нужно было сделать этому человеку, если говорить по правилам? Если он упал на путь и не видит приближающегося поезда, встать, идти со стороны противоположной контактному рельсу в сторону, где останавливается первый вагон. Там вы можете видеть вот эту речку, черно-белая остановка первого вагона, знак. Или часы, соответственно, станционные часы для машиниста, интервальные часы. Если поезд уже приближается, то вам нужно спасти, соответственно, свою жизнь. А именно, лечь в лоток между рельсами. И если даже поезд остановится над вами, то он вам не повредит. Вылазить со станции самостоятельно намного опаснее. Вы получаете намного больше риска, нежели если сделаете так, как я вам сказал. Ну, не будем заканчивать, так сказать, на негативной ноте. Приехал подписчик. Зовут как? Илья. Илья. Помните все Илью с табуреткой на параде поездов. И привез мне вот такие вот, соответственно, подарочки. Посмотрите. Это фанера, да, называется? Дерево. Да, фанера. Фанера с нашим логотипом. И реверсивная рукоятка. Все по размерам и дерево. Нет, не по размерам. Здесь шире должно быть. Ну, ладно, отлично. Вот тоже написано про метро. Прям такой вот сувенир. Супер. Спасибо большое. Спасибо, что посмотрели этот коротенький выпуск. Вот с таким обзором. Счастливо вам. И если, кстати, свои мнения, да, обязательно напишите в комментариях по этому поводу. Будет интересно. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok